Мишу побойника Мишу побойника я встретил на другой день после возвращения. — Привет, иностранец! — обрадовался побойник. — Thank you very much! — Ну, хорош ты, гусь! Заявился и в кусты. А кто впечатлениями делиться будет? Пушкин? — Да какие там впечатления? — попробовал отговориться я. Всего месяц ты покрутился за границей. — Ты это брось, старик! Был в Европе? Был. И всё. Имей в виду, я с тебя не слезу, пока обо всём не расскажешь. — Лучше говори, когда придёшь. Давай сегодня. — Сегодня не могу. Сегодня мы у тёщи. — Ну, тогда завтра. Завтра у нас пельмешки сибирские. Ты, поди, уж забыл, чем их едят. Я вытащил из кармана записную книжку, полистал её и вздохнул. Не выйдет завтра. — Стыдись! — возмутился Миша, отнимая у меня книжку. — Забюрократился там в Европах. Друзьям по расписанию ходишь. — В общем, мы сторговались на послезавтра. — Ладно, — сказал Миша, — чёрт с тобой, перенесу пельмешки. На другой день Миша позвонил мне по телефону. — Ну, старик! — радостно закричал он. — Всё на мази. Будут Ливандовской женой и дядя Браля. — Ты помнишь дядю Бралю? — Да знаешь ты его. Он ещё мне шапку переделывал. — Дядя Браля, дядя Браля! — забармотал я. — А, ну как же! Ты знаешь дядю Бралю? — спросил я жену, положив трубку. — Он переделывал Мишке шапку. — Понятия не имею. — пожалуй, плечами жена. Вечером Миша позвонил снова. — Рассказал про тебя шефу, захлёбываясь от возбуждения, доложил он. — Веришь, нет? Аж затрясся человек. Без меня, говорит, не начинайте. Чувствуешь, как цена на тебя растёт? Смотри, не подкачай. Придётся завтра поработать. Я забеспокоился. Разложил на столе проспекты, путеводители, открытки. Решил освежить кое-что в памяти. Повторил про себя несколько габровских анекдотов. Вернуть к слову. — Ты им про тырного расскажи, — посоветовала жена. — Как мы с бразильским ансамблем встречались. — Вот спасибо, — обрадовался я. Совсем из головы выскочила. — А может, про комбинат Плеска? Дегустации и всё такое. Про дегустацию, я думаю, не стоит. Освети лучше жилищное строительство. Ведь этот Мишин начальник, он, кажется, с чем-то таким связан. Да-да-да, конечно, про жилищное строительство. Как это я сразу не подумал. В общем, к побойникам мы шли основательно подготовленные. Виташа на здравый киберит, — бормотал я про себя, сжимая в кармане тезисы. Рильский монастырь, провадия, ракия Гроздова, ракия Сливова. Миша преподнёс меня гостям торжественно, как бутылку шампанского. — Вот, — сказал он, бомбардируя окружающее пространство квантами жизнерадостности, — вот наш иностранец. Прошу любить и жаловать. — Бдымов, — сказал Мишин начальник, пожимая мне руку. Дядя Браля вместо приветствия шевельнул складками на затылке. Он был занят телевизором. — Ну, старик, сразу начнёшь делиться? Или сначала закусим? Я искоса глянул на дядю Бралю. Он весь напрягся от ожидания. — Давайте закусим. — Со знакомством, — прохрепел торопливо дядя Браля, опрокинул рюмку и припал к винегрету. — Ну, старик, теперь давай рассказывай. Поездил, значит, понасмотрелся. Ну и как там погода? — Погода там, не сказать, чтобы... А здесь у нас удивительно, что творилось. Ну, Крым и Крым. До середины октября в пиджаках ходили, — поддержал Абдымов. — Точно до середины. Восемнадцать градусов тени. Думали уж, вообще зимы не будет. Я в Гагры собрался. Наклонился ко мне в Дымов. Вдруг по радио слышу, в Гаграх похолодание. Представляете, в Гаграх. Вот вам игра природы. Фантастика. Ну, значит, погода там ерундовая, — подвел уток Миша. Ну уж, фруктов, наверное, поели. Да уж, фруктов-то само собой. Трепенулся я уж фруктов. А нас здесь виноградом завалили, — сказал Миша, приглашая окружающих подтвердить. Просто наводнение какое-то виноградное. Ходили, можно сказать, по нему. Я в Гагры собрался, — толкнул меня в Боб Дымов. Думаю, а, Леший с ним с похолоданием. Хоть на фрукты попаду. А когда гляжу, а здесь и виноград, и груши. Во, груши, — сказал Миша, сложив два килограммовых кулака. Рубль двадцать за кило. А виноград — пятьдесят копеек. Двадцать пять, — поправила Миша жена. Не было по двадцать пять, — возродил Миша. Вот уж не люблю, когда не знаешь, а с ее со спорить, — взвинтилась Мишина жена. Когда я сама покупала возле рыбного магазина, можешь хоть сейчас пойти к рыбному и спросить. Там продавщица-свидетельница. В это время пришли Ливандовские. Ливандовский долго снимал в коридоре боты «Прощай молодость», и слышно было, как жена шипит на него. Ты можешь хотя бы за стенку держаться, горе луковое? Наконец Ливандовский снял боты и вошел. Ну, Степа, — сказал он, обращаясь ко мне, — давай все сначала. Ты подожди, — остановила Миша, — скажи лучше, почем виноград осенью брал. Нашли кого спрашивать, — презрительно фыркнула Ливандовская. Он даже не знает, почем он кушает хлеб. Верно, — сказал Ливандовский, обезоруживающий, улыбаясь. Я не знаю, почем я кушаю хлеб. А вот почем водку жрет, он знает. Ага, — сказал Ливандовский и поднял на жену влюбленные глаза. Дядя Браля, желая, видимо, переменить тему, подмигнул мне вдруг и запел. Летят утки, — и все хором подхватили. И два гуся. Расходились мы через полчаса. Миша-побойник, помогая нам одеться, говорил. Ну, спасибо, старик. Спасибо, что свиньей не оказался. Пришел, порассказывал. Завидую я тебе, конечно. Молодец ты, просто молодец. Дымов, приомняв мне за плечи, говорил. Будем теперь друзьями, будем знакомыми. Не обижай нас. Меня лично рад буду в любое время. А дядя Браля искренне даванул мне руку. Редактор субтитров А.Семкин